Привет! Мы проснулись в Греции, первую ночь переночевали. Здесь очень хорошо птички чирикают. Наверное, слышно даже, как я говорю, чирикают птички. У нас вот такой симпатичный номер. Сейчас покажу вам. Сделаю экскурсию коротенькую. Из Греции сейчас 8 утра, но мы проспали 13 часов, потому что вчера после перелета мы очень рано бегли спать. В 8 утра по местному времени мы уже проснулись. Так что сейчас мы собираемся на завтрак и потом дальше путешествовать. Эльфы, они вообще расположены на горе. То есть такие горцы, которые живут прям очень на крутом склоне. У них все дома ступенчатые, все дороги ступенчатые. И если кто был в Монте-Карло, там тоже вот на очень маленькой площади очень много улочек расположено. И все это вот так слоями, как пирожком. Здесь еще сильнее, чем в Монте-Карло это все расположено, еще более уплотнено. И надо сказать, что Дельфы это большая деревня. Они, кстати, точно также на карте обозначены, как деревни. Вилледж Дельфы. Так что мы живем в деревне, но в очень такой современной европейской деревне. Она очень сильно отличается от нашей и очень визуально привлекательная. В Дельфах дует так, что об укладке вообще можно даже не парить. Масштаб всего это безумно поражает. И непонятно, как еще это сделано. Это какие-то булыжники, просто совершенно огромные. И они весят точно по несколько тонн. Как их сюда прикорячили, непонятно. Как их так умудрились сложить так, чтобы они прям попках-попке, условно говоря, сложились, прям как пазл лего. Тетрис. Вообще очень непонятно. И, конечно, масштаб поражает. Ощущение такое, что вот они знали какое-то тайное знание, благодаря которому они делали эти шкурты и колонны. А потом оно куда-то потерялось. Ну, вот этого я не знаю. Ну, я думаю, у меня лего больше нормально будет. Да, я тоже так решила. Ой, а там крошечки. Глаз. Ну они там порыжее это. Мандаринку будешь? А если почистишь? Я чище. Она хорошо чистится, кстати. Это, вернее, как ее? Не мандаринка, апельсинка. А апельсинки оказались не очень вкусными, потому что они жутко кислые и горчат. Полны эфирных масел. В общем, мы не стали их есть, потому что что-то как-то на наш вкус не зашли они. О божечки, мы добрались до воды. Класс. Она здесь не туристическая, здесь нет купальщиков, здесь нет никого. А Мишаня сейчас будет купаться. На пляже никого нет. Вот на ту прекрасную... Как это назвать? Я не знаю. На тот пирс нас не пустили, потому что там что-то разгружают. В общем, мы идем в сторону пляжа, аттракционов и в поисках еды. Мы такое ощущение, что такие обжорные, постоянно ходим здесь в поисках еды. Мы взяли еду. Не важно, какая тарелка. Но хорошо, что мы догадались взять на четверых две тарелки, потому что она огромная. Тут вдвоем-то это бы съесть. Я думаю, мы с едим. Мы очень голодные. Так что приятного нам аппетита. Мы не смогли пройти мимо магазина Санежный и решили посмотреть, что тут продается. Made in Italy, но это, по-моему, какая-то барахолка. Искусственная замша. Ну да, похоже на местную какую-то фамилию или что-то типа того. Закос под барбери. Мы решили не тратить время на ковыряние в магазине фамилия греческого производства. И, в общем, мы вышли. Сейчас пойдем куда-нибудь еще прогуляемся по прибрежному городочку. Что я могу вам сказать? В среднем полноценный обед в Треции стоит около 10 евро. И они все-таки огромные, что хватает на моих. Мясо вкусное. А вот сосиски нам не понравились. Сосиски очень перетянные. А они такие же, как в Москве. Слышно что-нибудь у меня вообще? Такой ветрища. Наверное, не слышно. Сейчас, я надеюсь, нам повезет. Он закончится и пройдем. Так вот, сосиски грецеские сосиски вкусные. Поэтому не стоит их кушать. Ветрища на набережной очень сильный. Поэтому я забрала волосы, которые уже спутались очень сильно. Паучок в хвостик. Хожу так. Потому что так гораздо интереснее. Апельсинами можно играть, кстати, уже в этот футбол. Мне кажется, местные дети этим занимаются. Народу, на самом деле, очень мало. Только дети изредка встречаются и то их. Спустя 20 минут после того, как мы их встретим, забирают на автобусах и увозят куда-то. Здесь, видимо, они просто гуляют, отдыхают. Вечером чай надо с лимончиком уже попить. Вот. О, нормально. Он с иголками. Шикарный. У лимона есть шипы, если кто не видел. Ого. Я не знал, что у лимона есть шипы. Обалдеть. Я тоже не знал. Руки поколол. Но теперь мы знаем. Да. Лимон, в который привили апельсины, вот он там растет. Так удивительно. Один. Лимонсин. Один. И рядом даже нет ничего похожего. Очень неожиданно. Мы приехали на озеро. Кто не знает его название, он был Греческий, например. Но оно лазурное. Потому что не только лазурный берег Франции, может быть лазурный, но еще греческий. И, как мы выяснили, в Абхазии есть озеро Рица, которое такое живое. Можечки, какая красота. Ветрюк, правда, одно. Мы не смогли удержаться и спустились прямо к себе на озеро. Но оно такой странной формы, что, мне кажется, здесь когда-то произошел прослом в горной скале. И поэтому озеро приобрело такую фрексообразную форму. Магазинчик с винтажными всякими экспонатами. Болеро. Я грызу яблоко. О, какая жилетка расшита шикарная. Мы продолжаем наше изучение олдскульных автомобилей. Вот это у нас кто? Land Rover. Такой, прям, олдскул. Да, это прям. Прямо таких ездили они в Абхазистане. Да. Стоит тут такой. Стоит такой тут. Вполне себе ездит. На него какие-то деревяхи перевозят. Добрались мы домой. Были мы сегодня в маленьком прибрежном городке. Как назывался он? Итея. Да, городок Итея. Там, на самом деле, там ничего особо интересного. Прибрежный городок. Мы там очень долго искали, где покушать. Потому что, поскольку сейчас не сезон, все закрыто. Очень сложно что-то найти. А в тех немногих кафешках, где открыто, внутри курят. Поэтому мы искали какую-то кафешку, где не прокуренное место. И когда ее нашли, пошли туда. Ну и то, мы не смогли найти нормальную кафешку, где не прокурен. Там они везде внутри курят. Мы нашли кафешку, у которой есть веранда, на которой никого нет. И мы там отлично засели. У нас огромные-огромные были тарелки с едой. Это, конечно, обжорный ряд прям. Ничего полезного. Все такое фастфудное, вредное. Ну, я думаю, мы тут находили так все хорошо, что нам зачтется. Вот. И, конечно, смотрели очень крутые виды. Я в дичайшем восторге от видов. Здесь очень красиво. Есть нюанс, что у греков собаки ходят и лежат вообще, где им придется. Поэтому они могут спокойно лечь просто посреди дороги. Если водитель ее не увидит, животное просто погибнет, потому что его переедут. И вот сегодня мы видели одну собаку. Причем ее мертвое тело, ее никто не убирает. То есть мы проехали в одну сторону. Она там лежала. Мы ее объезжали. Проехали в другую сторону. Она все еще лежит к вечеру. Вот. Еще на дороге сегодня видели какого-то зверька маленького. Хорька, что-то такое. И что-то размером с кошку. Ну, какой-то непонятный тоже зверек. Тоже был на дороге переехан. Так что греки не парятся. И прям, я так понимаю, что это греки их переехали и все. Потому что, кажется, наши бы, ну, как-то притормозили все-таки. Не переехали бы животное. Какое-то такое все-таки у нас более гуманное отношение к животным. Вот. Насчет еды тут. Она очень соленая. Это кажется не только мне. Мне все кажется суперсоленым. Потому что я последнюю неделю сидела на гречневой диете и без соли все это кушала. Сейчас, мне кажется, все максимально пересолено. Ну, вот муж и друзья, они тоже говорят, что все соленое. Вот. Поэтому вот так вот греки любят соленую еду очень сильно. Народа здесь нету. Кстати, да. Если кто-то хочет приехать сюда в марте и совсем потусить без народа. Ну, как потусить? Отдохнуть, скажем так. Это прям идеальный вариант. Потому что нет людей, нет машин. Изредка попадаются школьники. И сегодня вот в Дельфах достопримечательность большая руины и храм Аполлона. И вот там было много людей. Это единственное место, где было много людей. В основном школьники толпами их сюда привозят. Они там гуляют. Мы там ходили. А в остальных местах нет людей вообще. То есть в городе нет людей. В Дельфах самих. В деревушке, вернее даже. Деревня Дельфа. Нету людей вот в Этеи. Нету людей на дороге. Нигде нет людей. Только вот в каких-то прям супер больших достопримечательностях они встречаются. Это в очень маленьком количестве. Вот. Ну, а сейчас мы в номере. Ложимся спать. Так что, всем до завтра. Пока-пока.